На востоке войска РФ наступают на двух направлениях, на юге перешли к обороне, Генштаб. На Донецком направлении враг наступает с двух сторон, основные усилия сконцентрированы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На этом участке фронта также активно применяется штурмовая и армейская авиация. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на фейсбук Генерального штаба ВСУ, на Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гай и Михальчина-Слобода-Черниговской области, а также Новая Гута-Сумской области. На Слобожанском направлении противник вел боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления украинских подразделений. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы оставаться в курсе важных новостей. Также под видео вы найдете ссылку на скидки на Алиэкспресс. Спасибо за просмотр. Проводил дистанционное минирование местности. На Харьковском направлении войска РФ обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Слатина, Питомника, Петровки, Коробочкиного и Замуловки, нанесли авиационные удары возле Верхнего Салтова и Лебяжьего. Воздушную разведку оккупанты вели в районах населенных пунктов Лесное, Питомник, Протопоповка, Пришиб и Нарцовка. На Славянском направлении противник производил огненное поражение из артиллерии разных типов недалеко от Мазановки, Краснополья, Сулиговки, Корноуховки и Вернополья. На Краматорском направлении оккупанты обстреливали районы Спорного и Ивана-Дарьевки. На Бахмутском направлении враг из танков ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы населенных пунктов Бахмутская. Торецк, Белогоровка, Краснополовка, Северная и Вершина также нанес авиаудары вблизи Зайцева, Солидара, Бахмута и Берестового. Войска противника вели наступательные бои в направлениях Яковлевка, Вершина и Кадема, Зайцева, успеха не имели и были вынуждены отойти. По направлению к Бахмуту также продолжаются боевые действия. На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Нью-Йорка, Первомайского и Водяного. Авиационные удары оккупанты наносили возле Новоградского, Павловки и Причистовки. Также предприняли попытку наступления, успеха не имели и отошли. На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы вражеские обстрелы из ствольной. Реактивные артиллерии и танков в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Шевченко, Новоданиловка, Бурлацкое, Зеленое поле, Зеленый гай, Красное и Степное. Войска РФ нанесли авиационные удары вблизи Мариинки, Малых Щербаков, Новоандреевки, Новоселки и Темировки. Враг вел воздушную разведку Пла у Красногоровки, Новоселки и Таврического. На Южнобургском направлении противник ведет оборонительную операцию. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых районов и нанесении максимальных потерь подразделениям сил обороны. Враг совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Прибужская, Таврическая, Луч, Мирная, Партизанская, Благодатная, Широкая, Киселевка, Апрельская, Кавказ, Белая Креница, Белогорка, Добрянка, Осокоровка и Николаев. Также войска противника нанесли авиационные удары в районе Андреевки и урочище Плотницкого. Разведывательные действия враждебных БПЛ зафиксированы недалеко от Белой Креницы, Нижних Серогозов, Лозового и Андреевки. Напомним, на днях Байден утвердил пакет помощи Украине на 550 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для артиллерии и ХИМОС, а перед этим Украина получила еще четыре системы ХИМОС от США. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...